Что, всем доброго утра, не пугайтесь, не пугайтесь моих глаз, в общем-то, все объяснимо и закономерно, это, ну, естественно, соль, да, когда много соли съедаешь, естественно, такая отечность появляется, вот, нормальная штука, пройдет, сейчас расходимся. Собственно, что, время 3 часа, 4 минуты, проснулся я в 2.50 по будильнику с таким ощущением, очень прикольным, то есть, заиграл будильник, я, первая мысль была, я думал, блин, короче, кто там шумит, что происходит, вот, то есть, это, почему такое ощущение, потому что у меня получилось уснуть сегодня, ну, относительно нормально, то есть, я напоминаю, прошлую ночь я поспал 6 часов, вот, днем я принял решение точно не спать, вот, ну, а вечером, соответственно, лежал максимально вообще как-то, успокаивался, да, все, все сделал заранее, всю активность и так далее, вот, ну, и, в принципе, ну, единственное, что, что было важно, да, что не так, что я, типа, лежал, ну, сейчас просто важные вещи, да, не так, что вечером я, типа, лег, да, и там 3-4 часа, езжал просто на диване, а потом выключил свет и уснул, нет, естественно, я полежал и потом встал, походил, тут что-то, что-то еще подсобрался, ну, там, сумки упаковал, ну, и так далее, вот, то есть, чтобы организм немножко, как бы, это все-таки разработался, да, вот, соответственно, вот, это сработало, то есть, во-первых, нужная температура, да, которую я в прошлую ночь выстроил, вот, в этот раз даже решил с подушкой спать, я обычно без подушки сплю, вот, ну, и, короче, в принципе, ну, для меня просто это радость, да, поэтому так рассказываю детально, и, значит, что я, я лег, в общем, не знаю, по ощущениям я уснул где-то минут за 40, то есть, была фаза маяты, да, то есть, это значит, что я лег на спину, не получалось уснуть, потом перевернулся на бок, и вот я точно помню, что я уснул, и в следующий момент я помню, прям, просыпаюсь, да, так достаточно бодро, думаю, так, что такое, смотрю на часы, время было, кажется, 22 часа, что-то там 35 минут или 45 минут, вот, а уснул я в районе где-то, ну, в 21, может быть, 50, что-то типа того, вот, и такая первая мысль была, думаю, ну, все, как бы все, как бы все, я проснулся, вот, но потом сразу же, опять-таки, видимо, уснул, вот, и все, вот, и поэтому, то есть, я настолько не, ну, это было настолько непривычно уснуть, собственно, уснуть перед стартом, да, так достаточно вовремя, что, когда зазвенел будильник, я, я не ожидал, что вообще будильник зазвенит, мне казалось, что еще впереди еще целая, целая ночь мучений и страданий, и бессонных, да, и так далее, и так далее, но нет, я проснулся, первым делом, естественно, время-то 3 часа 07 минут, но каша-то уже заваривается, гречка-то уже заваривается, гречка-то, собственно, на день, да, чтобы прийти в номер, и уже был какой-то перекус, значит, вторым делом я расшторил окно и посмотрел на волны, ну, конечно, сейчас сложно, как бы, что-то увидеть, но мне кажется, что они такие, такие нежные, низкие, вот, и так далее, но в любом случае ждем от организаторов информации, транзитная зона сегодня, она должна была закрываться, то есть она открывается в 4, закрывается в 5.15, но из-за ситуации с морем, видимо, организаторы решили дождаться, чтобы посветлело, поэтому транзитная зона работает до 5.30, соответственно, старт начинается в 5.45, то есть 5.45 стартует, это даже, я не знаю, как это назвать, это типа элита, наверное, или не элита, ну, в общем, короче, какие-то отличившиеся, в общем, ребята, это те, кто в прошлый раз призовые места занимал, просто какие-то вьетнамские атлеты, ну, какие-то серьезные, вот, соответственно, скорее всего, они будут стартовать позже, короче, по ощущениям, все на 15 минут двинется, соответственно, наш старт будет, ну, плюс-минус, опять-таки, к черту ожидания, да, и вселенная, ну, ты сделаешь так, как должно, вот, то есть, короче, можно так ориентироваться, что если раньше наш старт был, по-моему, в 5.50, или в 5.55, ну, короче, где-то он после, в районе 6 часов будет, вот, собственно, наш план через час выходить, вот, значит, так, что это кусочек какого-то стекла, непонятно, наш план выходить через час, вот, нашел, соответственно, поэтому, естественно, важно поскорее съесть, с одной стороны, поскорее съесть овсянку, чтобы все там провалилось, да, и нужный процесс запустился, да, и туалетные дела я тоже сделал, вот, вместе с этим тоже, да, важно ее съесть, ну, как можно ближе к времени старта, да, ну, просто, чтобы на старте там уже не заголодать, вот, ну, в идеале сделать это за 2 часа до старта, но за 2 часа до старта это получается в 4, вот, если я поем овсянку в 4, соответственно, ну, если я начну ее есть, я закончу есть там в 4.20, потом туалет, ну, короче, сами понимаете, вот, поэтому надо все это пораньше сделать, в общем, сейчас увижу, когда пропадет лишняя влага, впитается, испарится, не знаю, как-то, что-что с ней произойдет, вот, придет, короче, в нужную кондицию, все, займусь, займусь вкусняшкой, вот, все остальное, в принципе, что, время разводить кисель, время надевать тресьют потихонечку, ну, наверное, после овсянки уже это сделаю, вот, ну, что, все остальное заряжено, пакеты, собственно, вот, как видите, такой объем, плюс сюда еще эти фляжки положу, вот, ну, естественно, все это надо будет уместить потом в этот рюкзак, опять-таки, ну, не спрашивайте, как, все очень просто, просто половина вещей, которые сейчас там внутри, они будут, на самом деле, как бы там, ну, на велосипеде, в виде, не знаю, там, кроссовок, велотуфлей, которые будут выложены также в транзитную зону и так далее, поэтому все, все четко, всего должно хватить, все, купим энергию, точнее, энергия уже накоплена, вот, да, я поспал там 4 часа 15 минут, прошлую ночь я поспал там 6 часов, как бы показатели по часам говорят, что, Андрей, давай-ка еще, мы тут это отдохнем, вот, ну, вот, в принципе, я молодец, то есть, все, что касается там подводки, ну, еще делать рано выводы, еще осталось съесть кашу, да, там, не знаю, что еще осталось съесть, предстартовый гель, вот, но, в целом, да, все остальное, весь тот путь, который я проделал, я проделал качественно, ответственно, вот, и поэтому это прекрасно, двигаемся навстречу новому дню. Так, собственно, едем уже в такси, водитель почему-то куда-то решил не туда поехать, вот, собственно, вовремя я его остановил, разворачиваемся, едем, собственно, к отелю, туда, куда нам нужно ехать, вот, соответственно, время я закладывал запасом, поэтому, смотрите, прогнозируемое время прибытия 4.42, вот, я, в принципе, да, я в 4.42 хотел быть уже в транзитке, то есть, 10 минут за минусом, вот, соответственно, короче, урок какой, расслабляемся, не тратим энергию, едем спокойно на старт, вместе с этим, красавчик, все туалетные дела сделал, вот, значит, все по инструкции намазал, полоску на нос наклеил, значит, для себя, значит, пометку делаю. Нина, пожалуйста, когда будешь монтировать это видео, напиши мне сообщение о том, что час 10, короче, что нужно закладывать минимум час 20, а по-хорошему час 30 на сборы, то есть, сегодня я проснулся за час 10 до, нет, за час 20 я проснулся сегодня, за час 20 до старта и прямо впритык, ну, то есть, я успел все сделать, я не спешил, но, грубо говоря, если бы нужно было чем-то еще заняться дополнительно, вот, уже были бы вопросики, хотя нет, я, а, нет, я сел в такси на 10 минут позже, чем планировал, поэтому за час 30 до планируемого времени посадки в такси нужно ставить будильник, вот, тогда, собственно, все четко, я успеваю, вот, соответственно, все, такой апдейт, в общем-то, что, едем, едем на старт, прогнозируемое время прибытия 11, через 11 минут, вот, соответственно, 4.42, плюс пока дойти до транзитки, вот, то есть, как будто бы где-то в районе 5 часов я буду уже в транзитке, вот, ну, и, соответственно, поскольку транзитка до 5.30 открыта, вот, будет полчаса, чтобы, соответственно, все, все дела сделать, собственно, вот, что, наверное, вам вряд ли что-то видно, но два пакета со стаффом и, собственно, шлем, вот, кепка на мне, все остальное на мне и со мной, продолжаем. Возможно, это вообще, так скажем, местная особенность людей, что они действительно, то есть, извиняются и очень, ну, короче, очень правильно урегулируют все ситуации, вот, только что водитель, ну, сказал что-то, извини, вот, дальше я сказал уже по-вьетнамски, типа, не за что, вот, и мы продолжили общаться, я, ну, грубо говоря, я, конечно же, у меня процентов только 30 из того, что он сказал, но, короче, суть очень простая, он подумал, что я еду в аэропорт, вот, что, конечно, тоже странно, парень в Трис-Сьюте, вот, ну, ладно, почему, все, все может быть, вот, с другой стороны, да, действительно, какие-то сумки большие с собой, наверное, наверное, не знаю, молодежь сейчас так, так одевается, вот, все, в общем, едем уже по запланированной трассе, кстати, вот уже тут все перекрыто, вот нам навстречку прямо едет автобус, который даже не сбавляет скорость, ну, как по встречке, просто поскольку встречную полосу полностью перекрыли для велоэтапа, соответственно, кто-то едет, ну, по встречке, по нашей, вот, тут не совсем понятно, как организовано движение, а хотя нет, нет, я вижу, что машины по-прежнему едут еще по этой полосе, ну, в общем, в общем, как-то так, пытаюсь углядеть, что там на море происходит, вот, так скажем, материализую нежные, ласковые волны, которые очень-очень бережно, очень аккуратно, это даже не волна, это такая просто небольшая пенка, вот, такая приятная, прибрежная, вот, соответственно, чтобы сегодня у нас был классный старт, и каждый из нас сделал свою дистанцию полноценной и качественной. Так, ну что, прибыли на место дислокации, вот, тут уже все, все-все-все собираются, скажем так, вчера чувствовалась такая атмосфера, атмосфера веселья, сегодня все такие собранные, сконцентрированные, даже, даже, даже тихо немножко, как-то кажется, вот, впервые слышу гром, чуть-чуть птиц, чем людей, вот, кто-то уже разминается вовсе, бегает, вот, ну, а мы идем, идем в транзитку. Собственно, время 4.42, все по плану. Интересно, куда ребята будут складывать такие огромные рюкзаки, хотя это какие-то прям видно, что рюкзаки такие триатлетские, возможно, они и сшиты таким образом, что очень легко сворачиваются и складываются в небольшой, этот стрит-гер-бэк. Посмотрим. Собственно, механики сегодня с утра отдыхают, сегодня они, я так понимаю, с утра уже не работают, только небольшой сервис есть в транзитке. Ну, так, я так полагаю, что для вас это все в темноте происходит, поэтому двигаемся ближе уже к транзитке, вот, и встречаем нашего красавчика, который тут, как сказать, перезимовал, переночевал. Супер вообще, какие-то крутые волонтеры успели мой номер считать, я даже не успел подойти, им ничего показать, в общем, зарегистрировали меня, зарегистрировали, что я прибыл, все, старт можно начинать, вот, праздник, праздник начинается. Посмотрите, как это прекрасно. Походу, фонарик нам сегодня не понадобится на лобный, но мы красавчики, что мы его взяли. Класс, вот это да, это нормально. Наклейку на шлеме, кстати, не проверяли, просто записали, что номер такой-то прибыл. Так, сейчас как раз проверяем, отрабатываем выбегание в транзитку, соответственно, вот оттуда я выбегаю с плавательного этапа, и вот бегу, и проверяем, вдруг за ночь тенты переставили, все куда-то переместили, всякое может быть. Вот, поэтому бежим прямо, смотрим вот этот вот 8-стейшн тент, и, соответственно, держим в голове 9-й ряд, и помним, что перед 8-стейшном мы сворачиваем налево, вот сюда. Когда, кстати, много людей, перед тем, как куда-то повернуть, и сделать какой-то новый шаг, всегда лучше рукой показать, ну, показать рукой, куда ты хочешь поворачивать. Вот, бежим навстречу слепящему солнцу, помним, что как только заканчивается предпоследняя пальма, мы начинаем концентрированно смотреть налево, искать нашего красавчика. А вот и он. А вот и он. Good morning. Good morning. Good morning. Так, я все правильно сделал, что взял салфетки влажные, потому что, потому что и спарринга на велосипеде есть. Ну, что ж, все, значит, по плану. Все, давайте сначала разложусь, потом расскажу что-нибудь вам. За что люблю старт в Дананге, так за то, это за хорошую музыку на старте. Как я и говорил, бывает, типа, вот этот долбеж, Кунстунс, а бывает прям кайфовая музыка, которая тебя настраивает на правильную волну. Какие новости? Плава не будет, это хорошая новость. Как бы новость дополнительная, то, что курс изменили. Мы от старта побежим 300 метров направо до какого-то буя, и, короче, будем плавать вдоль, вдоль, я так понимаю, берега. То есть мы не будем в океан заплывать. Вот. Ну, как бы как-то так. С одной стороны, вроде бы, безопаснее, с другой стороны, плавание возле берега, это всегда место, где, ну, больше всего волн, по идее. Ну, как бы что, потренируемся плавать, плавать, потренируемся плавать, собственно, в волнах, как это работает. Вот. Значит, транзитка закрывается также в 5.30. 5.45, 6.15, старт. Ага. Ага. Туда побежим 300 метров. Внутри вода, разворачиваемся обратно и плывем 700 метров вдоль берега. И потом поворачиваемся обратно. То есть, итого, 300 метров туда, 700 метров туда, 1300, ой, 1000, 1350. Так, что-то математика мне не нравится. 1900 до 100. Блин, сократили. Сократили дистанцию. Блин, ну, как бы, как бы что сказать? Ну, типа, надо проматериться, проругаться, сказать, блядь, пиздец, 10, а потом сказать, фазу номер 2 пропускаем и двигаемся к фазе номер 3. Собственно, что хорошего? Давайте придумывать, что хорошего. Плавание будет меньше, соответственно, поскольку плавание, это не моя сильная сторона, меньше времени проиграю ребятам на плавание. Вот. И, в принципе, да и все. В принципе, все. Все остальное, как бы, хочется уже делать выводы, но, опять-таки, надо сначала финишировать, потом уже рассуждать. Вот. Поэтому выводы прибережем. Вот. Не будем заранее ничего планировать, потому что к черту ожидания. Пойдемте тогда прогуляемся, потому что времени еще достаточно. Погодем. Конечно, на спринте было попросторней. Вот. И представьте, если вам из того конца транзитки бежать с велосипедом вот через такое количество людей. так, задача сходить посмотреть, как выглядит старт плавательный. Вот. Так, и выкинуть мусор. так, это эти, походу, командные ребята. Сегодня также стартуют те, кто участвует в командных гонках, да, когда один человек плывет, второй бежит, третий едет. Ну, или плывет, едет и бежит. Так. Что нам надо посмотреть? Надо буи посмотреть. Слушайте, ну, как бы волны такие, да. Режим выживания. Вот здесь хорошо работает, в общем-то, здесь хорошо тому, кто тренировал плавание дыша на обе стороны. Кто умеет дышать и направо, и налево, потому что вдыхать, ну, когда на тебя волна движется, да, на эту сторону, не самое как будто бы правильная стратегия. Ну, то есть, не просто неправильно, она не рабочая, скажем так. Так. Собственно, стартовые зоны в соответствии с цветом шапочек размечено кто куда, кто куда встает. Соответственно, вот там наши красные, красные шапки, вот они соответственно, в ту зону. Свинь финиш. Так, а старт? А, старт сюда перенесли. Все, понял. Соответственно, идем как-то каким-то образом на старт вот сюда. Обычно здесь был, по-моему, финиш или нет? Ну, короче, ладно, не суть. Обычно я всего лишь один раз тут участвовал. Соответственно, вон они потащили буи, до которых мы побежим. То есть, короче, сегодня еще будет пробежка. А, слушайте, он же сказал, 300 метров бежим до буя, потом плывем. 700 метров туда. То есть, на самом деле, даже не 1300 дистанция будет еще короче, потому что 300 метров мы бежим, мы не плывем, мы бежим до, скорее всего, красного буя, потом прыгаем в воду, разворачиваемся, и вот начинается отсчет. То есть, 1000 метров уйдем в ту сторону, нет, 700 в ту сторону, и, собственно, до финиша, ну, сколько там плыть? Ну, метров 200, наверное, получается, может, меньше. Ну, короче, да, почти, где-то на треть точно сократили дистанцию. Вопрос какой? Какая стратегия, какая стратегия плавания в таких волнах? Собственно, что, дышать на левый бок? Вот, дышать на левый бок, а больше не знаю чего. Ну, и получать удовольствие от того, что плавание все равно, то есть, давайте сейчас отойдем. Получать удовольствие от того, что плавание все-таки состоится, да, то есть, это уже большая, ну, то есть, радость, удача и так далее. Вот, поэтому плаванию быть это кайф. Что ж, ну, и плюс воспринимаем это как тренировку, собственно, учимся, учимся плавать в волнах, вот, это тоже какая-то отдельная особенная фишка, вот, которую точно надо изучить, понять. Вот, ладно, давайте все-таки выговорюсь, потому что чувствую, что оно сидит, про время, да, то есть, понятно, что финиш на этой дистанции уже нельзя сравнивать с предыдущими финишами, ну, то есть, условно говоря, если ты финишируешь эту дистанцию, там, за 5 часов, например, то нельзя говорить, что ты сделал какой-то там прогресс, что-то улучшил, точнее, можно, но для этого нужно анализировать каждую конкретную дистанцию, каждый этап, велосипед, бег, и то, в контексте того, что на плавании ты меньше упоролся, грубо говоря, то есть, мысль очень простая, плавание сокращено, соответственно, общее время гонки сокращается, ну, в теории, да, если ты, если ты без сюрпризов ее пройдешь, вот, поэтому, как бы, ну, вот как-то так, блин, давайте все, нет, надо себя вовремя сдержать, потому что хочется делать выводы, а выводы надо делать после того, как ты уже, собственно, ну, осуществил, осуществил, реализовал свои планы, свои цели и так далее, так, что, сходим, время, конечно, еще час, еще реально час, вот, можно, так, нет, можно сходить в туалет, потом еще раз сходить в туалет, короче, короче, не знаю, гуляем, гуляем по транзитке, собственно, что, хорошая новость в том, что не надо никаких теплых вещей брать на старт, потому что реально, реально тепло, напоминаю, на фест-три-вале, ну, прямо, прямо, был момент, когда ты понимал, что нужно взять теплую куртку, вот, с утра, а здесь прям кайф, я на самом деле с вами общаюсь, потому что мне так комфортнее, мне некомфортно просто ходить гулять, потому что, не знаю, так, я с вами, вы со мной, вот, у нас какое-то общение, вместе с этим, да, время, время экономить энергию, так, давайте, как сделаем, в принципе, никаких апдейтов, больше быть не должно, поэтому, время, пять часов двадцать минут, иду, собственно, что, иду в транзитку, сдам все вещи, вас в том числе, отправлю за меня, этот, досыпать, досыпать, вот, поэтому, увидимся, увидимся позже, но, перед этим, перед этим, желаю всем, всем атлетам, которые сегодня, участвуют в этом празднике, реализовать свои цели, реализовать свои стратегии, реализовать свои планы, показать отличный результат, да, который, который вдохновит продолжать, творить дальше, значит, чтобы все, 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 что задумано, запланировано, чтобы все работало именно так, как задумано, запланировано, вот, чтобы, соответственно, получили все удовольствия от плавания, чтобы велосипеды у всех работали как швейцарские часы, вот, и на беге погода, погода и в целом общее состояние приносило огромное удовольствие от того, что вы можете, от того, что вы сильны, ваш организм готов, крепок, вот, и вы реализовываете, реализовываете свои цели, вот, и чувствуете эту жизнь максимально, максимально полно, потому что каждая клеточка вашего тела в этот момент включена и работает в том режиме и на том, так скажем, пределе, на том, ну, так скажем, на том процентном соотношении от вашего процентного максимума, который вы сами себе поставили, вот, собственно, всем кайфовой гонки, кайфовых впечатлений и до встречи!